Меня зовут Уолтер Левин, я буду вашим лектором в этом семестре. В физике мы исследуем объекты от невероятно малых до невероятно огромных. Невероятно малые — это малейшие частицы протона, а невероятно огромные — это вся Вселенная. Они покрывают 45 порядков величин, единица с 45 нулями. Чтобы выразить измерения количественно, мы должны ввести единицы измерения. И мы введем в качестве единицы длины метр в качестве единицы времени секунду и для единицы массы килограмм. Вы можете прочитать у себя в учебниках, как это определяется и как определение развивалось на протяжении истории. Есть много производных единиц измерения, которые мы используем в повседневной жизни для удобства, а некоторые из них скроены под специфические области. У нас есть сантиметры, миллиметры, километры. У нас есть дюймы, футы, мили. У астрономов даже есть специальные единицы, например, среднее расстояние между Землей и Солнцем, и они также используют световые года или расстояния, которые свет проходит за год. У нас есть миллисекунды, микросекунды. У нас есть дни, недели, часы, века, месяцы. Все это производные единицы. Для массы у нас есть миллиграммы, фунты, тонны. И так существует масса единиц измерения. Но не все из них легки для того, чтобы оперировать ими. Мне кажется необыкновенно трудным работать с дюймами и футами. Это невероятно варварская система. Я не хочу вас оскорбить, но задумайтесь. 12 дюймов – это фут, 3 фута – это ярд, это может свести с ума. Я всегда работаю с десятичной системой и надеюсь, что вы также будете поступать в течение этого курса, но мы можем сделать пару исключений. Сейчас я покажу вам фильм под названием «Степени десяти». Он покрывает 40 порядков величин. Изначально он был задуман датчанином по имени Киз Бекке, в начале 50-х. А это уже второе поколение фильмов, и вы услышите голос профессора Моррисона, профессора из MIT. Степени десяти. 40 степеней величины. Поехали. Я уже представил вам, как вы поняли, длину, время и массу. И мы называем их тремя фундаментальными величинами в физике. Длине я дам обозначение L заглавное, времени T заглавное, а массе M заглавное. Многие другие величины в физике могут быть выведены из этих фундаментальных величин. Я дам вам пример. Я поставлю здесь скобки. Я говорю скорость, и это означает размерность скорости. Размерность скорости – это размерность длины, поделенной на размерность времени. Так что я могу записать это так. L в квадратных скобках разделенная на T в квадратных скобках. Не имеет значения, будут ли это метры в секунду или дюймы в год, это совершенно не важно. У нее все равно размерность длины ко времени. Объем будет иметь размерность длины в кубе. Плотность будет иметь размерность массы, поделенной на объем, что значит длина в кубе. Первостепенным в нашем курсе является ускорение. Мы будем иметь много дел с ускорением. Ускорение, как вы увидите, это длина на время в квадрате. Единица измерения – метры на секунду в квадрате. Так что вы получаете длину, поделенную на время в квадрате. Так что все наши величины могут быть получены из этих трех фундаментальных. Итак, когда мы с вами условились с единицами измерения, метр, секунда и килограмм, мы можем начать производить измерения. Первостепенно, при совершении измерений, чем постоянно пренебрегают в школьных учебниках, это определение погрешности при измерении. Любое измерение, которое Муж.